Мы приехали из Луганской области, Славно-Сербск, посёлок. Я работала в банке, была начальником кредитного отдела. Выдавала кредиты предпринимателям, фермерам. Работа очень нравилась. Да, я училась в техникуме сельскохозяйственном. Закончила первый курс успешно, с отличием. Ну, так случилось, что на второй курс я не перевелась. Началась война, и мне пришлось перевестись в другой город даже. Это, конечно, очень трудно вспоминать и трудно пережить. Потому что, когда над головой летят снаряды, когда грады всю ночь напролёт и день работают, и неизвестно, куда эти снаряды приземлятся, это очень страшно. И не хотелось бы, чтобы это ещё раз повторялось в жизни. Люди все очень запуганы. Запуганы войной, это понятно. А ещё запуганы морально, очень угнетены. И ничего совершенно не работает. Банки не работают. Вообще никакие предприятия. В Луганске закрылось всё. Там более 600 предприятий было, всё закрылось. И всё. Зарплату людям не платят уже. В пенсии то же самое. Люди просто живут на выживании. Вот судьба нас привела в Сахнут. Нам протянули руку помощи. Почему мы должны отказываться от неё? Шанс. Шанс, который выпадает раз в жизни, им надо воспользоваться. И израильское образование, это более перспективнее, как у меня даже будет. Поэтому всё-таки решилась. Я планирую конкретно уже находясь там определиться с своей будущей профессией. Но на данный момент хотелось бы заняться туристическим бизнесом в этом направлении. А там, как время покажет, кем быть. Может быть, ещё изменится мне. Да, всё может быть. 16 лет, выбор. Может, в армии ещё понравится, я буду какой-нибудь военной. По стопам папы. Да, почему бы нет. Папа бывший военный. Мы очень благодарны всем ребятам, которые здесь работают. Очень интересно, доступно рассказали о всех молодёжных программах. И дана полностью вся информация о том, что, как учиться и что нас может ожидать. Да.